Условно говоря, это история про то, сколько плоскостей симметрии можно провести через один цветок. Первый вариант – это актиноморфные цветки. Понятно, что актинидия – это все, что касается со звездочками. Это означает, что у цветка будет несколько плоскостей симметрии. Дальше. Другой вариант – это зигоморфный цветок, когда у нас только одна плоскость симметрии. Мы бы с вами, как люди, были бы зигоморфными цветками, потому что у нас только одна плоскость симметрии. Ну и последний вариант развития событий – это асимметричный цветок. Соответственно, означает значок Гарри Поттера. Асимметричный цветок, когда ни одной плоскости симметрии провести нельзя. Также мы с вами обсуждали, что симметрия цветка при этом определяется по венчику. Я почему-то думала, что мы закончили на симметрии. Ну ладно. Итак, формула цветка и то, как это все читается. Итак, формула цветка состоит из двух частей. Первая часть – это всякие буковки. Из трех частей – буковки, циферки и значочки. Ну, собственно, давайте сначала поговорим о буковках. Итак, так как мы с вами встречаемся в заданиях и с латинскими обозначениями формулы цветка, и с русскоязычными обозначениями формулы цветка, то, естественно, мы с вами должны знать и то, и другое. Ну, так уж получилось. Итак, первое, с чего обычно все начинается – это буковка Ч. Ну, в данном случае она обозначает чашечку, да, какое количество чашелистиков имеет данный цветок. Ну, а по латыни чашечка будет называться Calix. Поэтому латинская формула цветка начинается с C большого и, соответственно, A маленького – Calix. Лепестки или венчик – это корола. Тут, кстати, надо отдать должное, что в зависимости от русскоязычного текста употребляется либо L лепестки, либо V венчик. Тут надо сказать, что везде по-разному. Дальше, следующая часть – это T – тычинки, но так как совокупность тычинок – это Андрацей, то в латинской версии или англоязычной версии это будет называться A – Андрацей. Ну, и последнее – это P. И тут, на самом деле, возникают самые большие проблемы, потому что иногда под буквой P скрываются плодолистики, и так должно быть, потому что в латинской итерации там употребляется буковка G, которая обозначает Генецией. Но иногда в наших версиях под буковкой P понимают не количество плодолистиков, а количество пестиков. И вот тут кроется, на самом деле, самый большой подвох, потому что даже в учебниках, особенно если мы говорим про обычные школьные учебники, под буквой P все-таки подразмываются не плодолистики, а пестики. Когда мы с вами будем обсуждать Генецией, вы поймете, почему это может оказаться проблемой. Ну, и если у нас околоцветник простой, если у нас там либо только чашелистики, либо только лепестки, то, соответственно, мы получаем, что у нас только есть листочки околоцветника. И тогда употребляется либо буква О, либо ОК в русской итерации, либо P. И, соответственно, перегониум, это, соответственно, околоцветник в латинской итерации. Значочки различные. Дело в том, что любая формула, на самом деле, она начинается... Ну, одна из главных частей формулы – это симметрия цветка. Соответственно, мы уже с вами обсуждали, что актиноморфный обозначается в виде звездочки, зигоморфный в виде стрелочки, асимметричный – привет Гарри Поттеру. Ну, и спиральный – тут все очевидно. Соответственно, вот такая вот спиралька. Причем вы должны понимать, что спиралька-то может быть левозакрученная, может быть правозакрученная. Если идет речь про диаграммирование спирального цветка, то важно, как повернута спираль, потому что это отражение. Ну, понятно, что если у вас и формула, и диаграмма цветка, ну, тогда, наверное, может быть, не обязательно указывать, в какую сторону закрученную. Но если у вас только формула, то, конечно, надо указать, в какую сторону все закручено. Вот, кстати, цветок канны – это асимметричные цветки. Тут никакой симметрии нет. Более того, как бы, если вот эти вот два лепестка, условно говоря, расположены более-менее под 180 градусов с рук относительно друга, то вот этот вот лепесток всегда смещен относительно нижнего цветка, то есть там проблематично. Вот, плюс еще то, как внутренние лепестки расположены, все это вместе не дает возможности считать, что симметрия цветка там какая-то актиноморфная, зигоморфная или спиральная. Дальше. Но самое главное и всегда формула цветка, она начинается именно с того, с обозначения, есть ли там женская часть цветка или мужская, или цветок обоеполый. Поэтому самое начало формулы – это всегда обозначение полуцветка, обоеполый цветок, женский или мужской. Очень часто, кстати, опускают этот значок в контексте того, что, ну, например, очень большое количество цветков, они все-таки обоеполые. Поэтому если у вас не указывается полуцветка, то знайте, что, скорее всего, это обоеполый цветок. К тому же по формуле, по буковкам Т и Г можно определить, что, соответственно, это обоеполый цветок. В общем, когда как. Дальше. Дальше циферки. Мы с вами поговорили, что есть три части формулы. Это циферки, буковки и, соответственно, значочки. Значочки обсудили, буковки обсудили, осталось обсудить циферки. С циферками сложнее всего. Итак, циферка рядом с каждой буковкой обозначает количество частей данной буковки. Здравствуй, Кирилл. Но циферки могут находиться в различных вариантах. Итак, самый простой вариант, когда у нас в нижнем регистре рядом, соответственно, с буковкой обозначается просто некая циферка. Ну, правда, нет, буковка не такая нужна. Ну, ладно, неважно. Тип Андрацей. Андрацей – это тип тычинки. Ну, что это означает? Это означает, что у нас в круге располагаются три тычинки, которые никак не срослись друг с другом и, в общем, прекрасно себе живут и производят, соответственно, пыльцу. Но если мы нарисуем, соответственно, скобочки вокруг этой трешечки, то это означает, что эти тычинки срослись тычиночными нитями в одном круге. Все прекрасно замечательно. Дальше. Если у нас рядом с буковкой располагаются две цифры через плюсик, это означает, что данный, например, Андрацей представлен двумя кругами тычинок по три тычинки в каждом круге. Ну, если, соответственно, обозначается все это в скобочках, то это означает, что они срослись друг с другом, но располагаются в два круга. Да, такое бывает. Представить сложно, но такое бывает. Дальше. Если рассматривать, соответственно, пятую строку, то что мы видим? Мы видим свободный первый круг и сросшиеся тычинки во втором круге. Ну, и так и далее. Соответственно, вариаций может быть несколько. Часто бывает такое, что, например, тычинки прирастают к лепесткам, и тогда это тоже обозначается общими стрелками. Ну, например, вот у нас есть лепестки, условно говоря, их там пять, да? Да. Тычинок, значит, тычинок у нас будет, ну, например, тоже пять, но дальше возникает вопрос, а как как бы обозначить, что они срослись-то? Тогда мы, соответственно, обозначаем это все вот так вот. Или большими скобками вот так вот. Ну, в зависимости от манеры написания. Дальше. Так, что такое? Простите за глупый вопрос, но может быть же в записи три больше чисел, если, например, лепестки расположены больше, чем рядом. Да, конечно, Вань. Конечно, у тебя кругов может быть четыре, пять. Ну, просто такое редко встречается, но да, такое бывает. Просто понимаете, обычно, когда мы говорим про то, что, например, у нас там лепестков, например, там не пять, не десять, а типа двадцать пять, то, скорее всего, этот цветок будет не круговым, а спиральным. И эти лепестки будут располагаться по спирали. Если вы видите махровые цветки, причем это, например, будет махровость от природы, то тогда это, скорее всего, спиральный цветок, либо это, например, какая-нибудь мутация в АБЦ-системе. Что такое АБЦ-система, потом как-нибудь расскажу. Поэтому, да, конечно, может быть. Просто вы и в школьной литературе, и в заданиях олимпиадных обычно вам никогда не дают формулы спиральных цветков, диаграммы спиральных цветков. Вы просто с этим не сталкивались. Ну, да, конечно, все это может быть. Дальше. Если мы говорим про генецеи, то, соответственно, тут я должна это проговорить, но если вдруг вы не знаете, что такое генецеи, какие они бывают, не волнуйтесь, через несколько занятий мы это с вами обязательно обсудим. Итак, надо обязательно в конце формулы обозначить, какой же у нас цветок, какая у него зависть, как зависть располагается относительно частей цветка. Помните, мы с вами обсуждали, что есть верхняя зависть, нижняя зависть, полунижняя зависть, всякая такая история. Но давайте еще раз это повторим, вдруг вы забыли. Так, это все сейчас, я потом не волнуйтесь, потом все обратно перелистаю. О, мелькают картиночки, мелькают. Так, ну вот давайте обратимся к тексту из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. И еще раз повторим, какие же бывают зависти. И в зависимости от этого мы, соответственно, вернемся к обозначению таких типов завязей в формуле цветка. Итак, цветок, самую верхнюю часть которого составляет пестик или пестики, не срастающиеся с другими частями цветка, называют подпестичным. Значит, что имеется в виду? Давайте я нарисую. Итак, вот у нас есть пестик, который в простонародье состоит из завязи, столбика и рельса. Хотя это не совсем так, потому что может быть не только столбик, но и стеллодий, барабанная дробь, вы об этом узнаете через несколько занятий. Итак, в самой верхней части цветка у нас будет располагаться пестик, а все оставшиеся части цветка, лепестки, тычинки, листочки почаще будут располагаться под ним. Это будет подпестичный цветок. Почему он подпестичный? Потому что все части цветка, кроме пестика, а именно тычинки, лепестки и чашелистики, будут крепиться под завязью, подпестичный цветок. В таком цветке листочки околоцветника и тычинки всегда прикреплены к цветоложу ниже завязи, как у тюльпана. Те ребята, с которыми мы с вами тюльпан диаграммировали, помните, как это все происходило. Даже если не помните, сейчас через несколько слайдов покажу, как это выглядит. В околопесичном цветке пестик или тычинки находится на дне более или менее вогнутого гепантии, не срастаясь с ним. Дальше вы тут же автоматически должны вспомнить, что же такое гепантий. А гепантий – это, соответственно, разросшаяся часть цветоложа в месте прикрепления к нему лепестков, тычинок и чашелистиков. Но при этом, если все это добро не срастается с завязью, то это будет околопестичный цветок. И в том, и в другом случае завязь будет считаться верхней. В противном случае, если, например, гепантий все-таки срастает с завязью, давайте это нарисуем. Если у нас это все срастается, какое-то безобразие у меня получается, то тогда это, соответственно, будет уже над пестичным цветком, либо просто в процессе того, когда у нас завязь оказывается ниже. Ну, по тем или иным причинам все-таки бывает такое. И в том, и в другом случае завязь, соответственно, у нас будет нижней. А цветок будет уже над пестичным, потому что, соответственно, над пестиком будет все это дело крепиться. Ну, вот, кстати, этот цветок тюльпана. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот он. Да, соответственно, вот она наша завязь. И, соответственно, цветоложа вот где-то там. И все крепится к основанию цветоложа. Так вот, когда мы говорим про то, что мы должны закончить формулу цветка, мы заканчиваем расположением завязи. Мы рассказываем о том, а как же все это выглядит. Потому что назначение формулы цветка и назначение создания диаграммы, чтобы человек, который никогда в жизни не видел цветок, но при этом умеет читать диаграммы, умеет читать формулы, мог бы в своем воображении ярко представить картину того, как на самом деле выглядит этот цветок. Поэтому вы должны рассказать и про то, какой он симметрии, и про то, какого он пола, и то, где располагаются части цветка, куда они крепятся, над завязью, под завязью. В общем, это околопестичный, подпестичный цветок. И для того, чтобы это все обозначить, вы, соответственно, используете вот такие вот черточки. Итак, последняя ваша буква, ну, например, буковка P, если мы говорим про русскоязычные формулы, или буковка G, если мы говорим про англы, латиноязычные формулы. И, соответственно, у вас, например, будет триплодолистика. Еще раз скажу, не бойтесь, я расскажу, кто такие, кто такой генецей, какие типа генецеи бывают. Если вы это все знаете, то прекрасно. Просто повторим. Так вот, полцветка определяется наличием тычинок и пестика. Да, Вань, полцветка определяется наличием тычинок и пестика. Если у тебя и пестик, и тычинки, значит, у тебя обоеполый. Если только пестики, то, соответственно, женский. Если только тычинки, то мужской. А знаете, в чем ужас? Вообще-то, господи, есть же цветки бесполые, а там нет никакого значка. Классический школьный пример – это соцветия калина-гардовины. У них щиток, который по периферии содержит цветки с такими большими, красивыми, белыми, соответственно, лепестками. И, по-моему, чашелистики тоже какие-то там сросшиеся есть. Но ни пестиков, ни тычинок там нет, потому что они нужны для привлечения. Это как бесполые цветки. Вот такие тоже бывают. Но, насколько я помню, значка там никакого нет. Типа нет значка, нет пола. Как-то так, наверное. Так вот, вот у вас есть некий генецей. Вы, соответственно, обозначаете, что он у вас сросся. Все прекрасно, замечательно. Остается, возникает вопрос, также обозначить зависть. А зависть обозначается, положение зависти обозначается по пестичности цветка. Если у вас подпестичный цветок, то вы ставите черточку снизу, и это означает, что у вас зависть верхняя. Если у вас надпестичный цветок, то зависть нижняя. Если у вас околопестичный цветок, тут возникают большие проблемы. Это может быть полунижняя зависть, а может быть верхняя зависть. Но фишка в том, что мы обозначаем пестичность цветка. Если у вас околопестичный цветок, то, скорее всего, зависть у вас верхняя. Вот это проблема. Потому что мы обозначаем пестичность цветка, а не положение зависти. Хотя проще всего ее определять именно по положению зависти. Не буду таить, я взяла скриншот из тети Вики. Во-вторых, не все здесь формулы правильные. Это раз. Во-вторых, не все они написаны корректно. Например, если мы говорим, что такое, у меня, походу, сломался. Я не прикасаюсь сейчас карандашом к своему графическому планшету. Но почему он меня рисует? У него, видать, настройки сбились. Ну ладно. Итак, только формула цветка яблони выглядит правильной. Потому что нет, и то она неправильная. О, кстати, вопрос к вам. Формула яблони, формула цветка яблони, что здесь неправильно? Ну, зайки мои прекрасные. Зайки. Формула может быть. Андрей, давай. У них, по-моему, у них то ли один, то ли очень много пестиков. И, может быть, плодалистиков. Неправильно сказал. Дело не в этом. Нет. Ты ищешь ошибку в циферках. Предположим, ты циферки не знаешь. Но ты должен понимать. То есть я сейчас тебе рассказала правила написания формулы. Предположим, ты вообще не понимаешь, правильные циферки или нет. Полная формула должна... Да, Кирилл правильно написал. Формула должна содержать всю информацию. И пол, и симметрию, и количество каликс, корола, перегониум, андроцея, геницея, неважно что. И обязательно положение завязи. Ну, в данном случае не положение завязи, а пестичность цветка. Так вот, здесь на самом деле не хватает чего? Здесь не хватает черточки. Вот здесь вот. Ее нет. Кстати, вопрос к вам. Где я должна поставить черту у яблони? Вспомните тип плода яблока. Что в нем особенного? Так, а можно вопрос, а что означает знак бесконечности? Да, Кирилл, хороший вопрос. Правда, конечно, скажу. Верх, сверху. Да, совершенно верно. Надо поставить черту сверху. Ну, все, теперь мы эту штуку вообще не пишем. Надо поставить черту сверху. Это означает, что завязь нижняя. Да, все верно. Потому что у них развивается гепантия. И этот гепантий при этом прирастает к завязи. То есть там не свободная завязь. Она оказывается нижней. А, соответственно, цветок надпестичный. Так, у шиповника, ну, считайте, не шиповник, а роза. С чего нужно начать формулу цветка шиповника? Злата, пожалуйста, если ты что-то говоришь, говори громче. То есть я как-то так... Полос. Да, с пола, конечно. Какой пол? Какой пол цвет розы? Какой пол цветка розы? Ну, вспомните. Ну, даже по формуле понятно. А бы и полы, конечно, да. Мы должны здесь пририсовать... Ну, вообще огонь. Мы должны здесь пририсовать вот такую штуку. Хорошо. Значит, что значит бесконечность? Правила биологии. И это касается не только формул. Ой, где-то же это еще встречается. Ой-ой-ой-ой-ой. Где-то еще, не помню. Где-то еще встречается. Смысл в том, что если больше 12 структур... Сейчас, как нарисовать больше или равно? Вот так, наверное. Больше или равно. Если больше или равно 12... Нет, просто больше, без равно. Если больше 12 структур, то, соответственно, мы ставим знак бесконечность. Это означает, что тычинок у яблони и у розы больше 12. Вот и все. И так как их больше 12, я вам гарантирую, что, скорее всего, они будут располагаться по спирали. И на самом деле, что цветок яблони, что шиповник, особенно у шиповника, мы помним, что у них апокартный генецей. Какой тип плода у шиповника, зайки мои? Тип плода шиповника. У шиповника, у боярышника, у розы особый тип плода. Так, ну ладно, короче, у них особый тип плода. Когда будем плоды обсуждать, я расскажу. Там модификации орешков, простой плод орешек. Ну, просто из-за того, что там развивается гепантия, то, соответственно, он и принимает участие в образовании плода. Да, Антон, правильно, это ценародий. Только, по-моему, ценародий пишется с двумя Н. Так называется ценародий, да, особый плод, потому что там все это, все эти орешки, они заключены в сочную оболочку, которая представлена разросшимся цветоложим, а именно разросшимся гепантиям. Вроде с одной. Ну, хорошо, ладно, может быть. Так вот, смысл в том, что у шиповника, у него апокартные генецеи. Если вы не знаете, что это такое, не волнуйтесь, потом расскажу. Апокартные генецеи, они тоже располагаются там, скорее всего, по спирали. Поэтому у шиповника вся вот эта вот часть формулы означает спирально расположенные элементы. А вот эта часть цветка обозначает круговую часть цветка, то есть это такой комбинированный цветок. Вспомните, пожалуйста, как есть круговой цветок, есть спиральный цветок, а есть третий тип. Как он будет называться? Ну, когда микс, микс между круговым и спиральным. Надо учить домашнее задание. Это называется полукруговой цветок, собственно, земляника. Это такой прям школьный, условно говоря, пример этого полукругового цветка. Следующая наша формула – это горох. Ну, тут тоже более-менее полукруговой. Кирилл молодец, вспомнил. У гороха, да, у них, как представителя бобовых, но на самом деле не бобовых, а мотыльковых, потому что семейство мотыльковое, а не бобовое. Здесь, конечно, тоже надо начинать, понятно, с пола. Ну, здесь у картофеля, это как представитель посленовых, тоже надо начинать с пола. Как вы видите, очень часто пренебрегают значком пола. Ну, на этом более-менее мы закончили. И переходим к соцветиям. Значит так, сразу предупрежу, что очень много того, что мы в большом контексте того, что я сейчас буду рассказывать, много новой информации, если вы оперируете только школьными учебниками. Потому что тема соцветия и типы соцветий принято рассказывать про очень малый набор и тип соцветий в школьном учебнике, потому что не видит в этом надобности. Мы же с вами, как товарищи продвинутые олимпиадные, должны знать довольно большое количество соцветий. Ничего страшного. Да, будет много информации новой. Но просто по мере того, как вы это все будете повторять, учить, вы все это выучите. Так что ничего страшного, не бойтесь. Итак, соцветия – это особая структура. Это видоизмененная система побегов с цветоносными верхушками, более или менее обособленная от вегетативной части растений. Это действительно специфическая метаморфизированная структура. Как минимум там происходит метаморфоза, даже если не с анатомической точки зрения, хотя и с анатомической иногда тоже происходит. Изменяется набор экспрессии генов. С точки зрения физиологии растений, система претерпевает очень сильные изменения. Сделать лист с точки зрения молекулярных основ антогенеза, сделать лист и сделать цветок – это, простите, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что, когда мы говорим про создание цветка, это очень сложная структура. Чтобы сделать какой-нибудь чашелистик, лепесток, нужно задействовать примерно порядка 30-40 генов. Чтобы сделать тычинку, нужно задействовать до 1000 генов. В том или ином, напрямую, косвенно или так и далее. Причем, более того, сделать пестик проще, чем сделать тычинку. Тычинка – такая сложная система. Поэтому, да, это видоизмененная система побегов. И даже если не с анатомической точки зрения, то с физиологической – так точно. Когда мы говорим про соцветие, мы должны с вами вспомнить про особые термины. В принципе, они схожи с цветочными терминами, которые мы с вами обсуждаем, но тем не менее. Итак, самая главная часть соцветия – это его ось. Ну, либо она присутствует, кстати, она может отсутствовать, но ничего страшного. В любом случае, в потенциале эта ось должна всегда быть. Если сравнивать со сложными листьями, то, если хотите, это рахис, рахис соцветия. Но так как термин рахис употребляется в описании сложного листа, то его второй раз решили не задействовать. Поэтому говорят ось соцветия. Значит, ось соцветия – это тот стебель, к которому прикрепляются все цветки на соцветии. Значит, это побег. На побеге располагаются листья. Эти листья – это кроющие листья, в пазухах которых формируется генеративная почка, которая продуцирует, создает цветок. Так, кроющий листья цветка – это особая структура. Он может выглядеть по-разному. Мы это с вами сейчас тоже будем обсуждать. Но кроющий листья цветка называется, мы, по-моему, с вами это уже обсуждали, брактея. Дальше. В пазухе брактеи формируется генеративная почка, которая дает начало цветку. Соответственно, цветок может располагаться на цветоножке. Ну, кстати, может быть, может не на цветоножке располагаться, может быть сидячим. Тут в зависимости от. Но если он располагается на цветоножке, ну вот еще раз, да, вот она наша брактея, вот она пошла цветоножка. Цветоножка – это фактически боковой побег. На боковом побеге могут располагаться профиллы. Мы уже с вами несколько раз это обсуждали. Кто такие профиллы? Профиллы – это аналоги семидолей на боковых побегах. Вот в больших, очень-очень больших кавычках. Если это боковой побег, если цветоножка – это боковой побег, то он имеет право иметь свои профиллы. Но так как это не простой боковой побег, а цветочный боковой побег, то, соответственно, эти профиллы мы должны назвать как-то по-особому. И тогда мы по аналогии с брактеей эти профиллы будем называть брактеолами. По-русски брактея – это предцветник, брактеола – предцветничек. Мы, кстати, по-моему, это уже обсуждали, но еще раз повторим. Что же касается положения цветков в соцветии, то они могут быть либо терминальными, либо пазушными. Но, кстати, неважно, и обычные цветки тоже могут быть либо терминальными, либо пазушными. Значит, если мы говорим про то, что цветок терминальный, то, соответственно, никакого кроющего листа у него нет и в помине. И, соответственно, ни брактеи, ни брактеол ничего у него быть не может. В отличие от, конечно же, пазушных цветков, у которых в потенциале могут быть, ну и должны обязательно быть брактеи и брактеолы. Классификации соцветий бывают очень-очень разными. Мы с вами сегодня обсудим четыре из них. Какие-то являются узкоспецифичными с точки зрения классификации, какие-то являются очень обширными. Итак, первая классификация – это по расположению соцветий на растениях. Да, соцветия могут располагаться в очень-очень разных местах. Второй тип классификации – это по тому, как выглядят кроющие листья. Ну, то есть есть они, нет их, они такие же, как листья срединной формации или сильно отличающиеся, цветные, нецветные, белые, зеленые, серо-бурокозявчатые, неважно. Третий вариант – это степень разветвенности. Соцветия может быть простые, может быть сложные, будем с вами это тоже обсуждать. Ну и самая сложная классификация – это смешанная, которая включает в себя набор параметров, по которым выделяют тот или иной тип соцветия. Вот, собственно, четвертая классификация, самая интересная с точки зрения вариативности. Но начнем с той, которая попроще. Итак, классификация номер один по расположению. Итак, есть терминальные или верхушечные соцветия. Не сложно догадаться, что это означает, что все растение оканчивается, логически оканчивается или заканчивается, уж не знаю, как корректнее сказать, соцветия. Ну, например, возьмем тот же подорожник, розеточное растение или какая-нибудь лилия, ну, тюльпан, одиночный цветок, ну, в общем, что-нибудь вроде. То есть, когда соцветие располагается на верхушке главных побегов. Другой вариант, ровно, ну, не противоположный, но очень логичный – это пазушные соцветия, которые находятся на концах укороченных боковых побегов. То есть, главная ось продолжает свое нарастание к нему, а, соответственно, пазушные побеги представляют из себя соцветия. Ну, и самое интересное, с моей точки зрения, это так называемые интерколярные соцветия, очень интересные. Интерколярные или, по-другому, вставочные соцветия, они представляют из себя как бы чередующиеся этапы развития побега. То этот побег продуцируют вегетативные почки, то этот побег продуцируют только генеративные, потом только опять вегетативные, потом только генеративные. В общем, такая интересная история. Одним из представителей растений с интерколярными соцветиями является бумажное дерево, брусанетипа перифера. Это, соответственно, представитель семейства миртовых. Что у нее, как это все выглядит? Во-первых, у них соцветия очень специфичные. Сказать, что это прям типа головки, нет. Это гораздо сложнее. Это, скорее всего, какой-нибудь головчатый тирс в этом роде. Значит, что это такое? Вот у нас идет какая-то ветка. Короче, боковой побег. И в какой-то момент на боковом побеге просыпается генеративная почка, которая начинает вот так вот красиво цвести. А в тот момент, когда, значит, на самом деле, если ветки, вот, скорее всего, этой ветки как минимум лет пять, да, то, как мы понимаем, эти генеративные почки проснулись довольно поздно. Ну, то есть они не проснулись на следующий год после формирования. Они проснулись лет через пять, может, через десять, а может, через два года проснутся, а может быть, в этот же сезон проснутся. То есть тут как бы эти интеркалярные соцветия начинают формироваться из спящих почек. Как вы понимаете, спать они могут долго. Также представителями интеркалярных соцветий являются деревья. Чаще всего это у деревьев встречается с таким прекраснейшим явлением, которое называется каулефлорием. То есть что происходит? Также просыпаются спящие почки спустя не пойми какое время, 10 лет, 5-15, да. А каулефлори характеризуется тем, что цветки начинают раскрываться в отсутствии листьев вообще. То есть к тому моменту, когда цветки полностью цветут, листьев срединной формации в помине даже нет. То есть почки с листьями срединной формации могут либо еще даже не проснуться, а даже если они проснулись, то вряд ли они уже развернулись и полностью фотосинтезируют. Вот что это такое каулефлорием. В нашей полосе, ну, кстати, это не совсем, конечно, наша полоса, это все-таки ближе к Сочи, цветет такое дерево, скажем так, древесные растения из бобовых, ну, скорее из мотыльковых. Нет, они скорее, наверное, сейчас бобовые, мотыльковые, цизальпиниевые, а, нет, значит, мотыльковые, цизальпиниевые и мимозовые. Ну, наверное, цизальпиниевые, что ли. Короче, не знаю, к какому-то порядку бобовые они будут относиться. Вот. Ну, вот они, значит, характеризуются, эти багряники каулефлории. Ну, и, конечно же, наша любимая Товрома какао. Понятно, что это какаовное дерево. Классное. Вот, в общем, вот такие вот потом плоды формируются из этих цветочков. В общем, красота замечательная. Следующая наша классификация по степени олиственности, то есть то, как будут выглядеть эти кроющие листья. Короче, то, как будут выглядеть брактеи. Первый вариант развития событий – это франдозные соцветия. Франдозные соцветия – это соцветия, у которых кроющие листья выглядят практически так же, как листья срединной формации. То есть то, чем растение фотосинтезирует, то, как выглядит этот лист, вот точно так же будет выглядеть кроющий лист соцветия. И такие соцветия будут называться франдозными. Следующий вариант – это брактеозные соцветия. Это те соцветия, у которых кроющие листья будут выглядеть как брактеи, которые будут сильно отличаться от листьев срединной формации. Не всегда брактеи чешуевидны. Не всегда. Иногда они могут быть по размеру такие же, как листья срединной формации, но, например, другого цвета. И тогда они уже будут априори, не будут относиться к франдозным соцветиям. В общем, там много всяких вариантов. Главное у брактеозных соцветий, что вы явно видите вот эту брактею, вы ее прям четко отождествляете, но при этом она выглядит абсолютно не так, как листья срединной формации. Вот это будут брактеозные соцветия. Следующий вариант развития событий – это франдулезные соцветия. Это микс между франдозными и брактеозными. То есть сначала внизу нижние цветки будут находиться под прикрытием листьев срединной формации, а дальше постепенно это все будет переходить в брактеи. То есть будет меняться размер листовой пластинки, форма, цвет может меняться. Вот такие вот франдулезные соцветия. И остались и брактеозные. Антоша, молодец, да. И э-брактуозные соцветия, как нам совершенно верно подсказал Антон Риндин. Э-брактуозные, как вы понимаете, в данном случае приставочка «э» аналогично приставочке «а». А приставочка «а» – это отмена. То есть это не брактуозные. В общем, никакие. Нет никаких там кроющих листьев. Что хочется сказать в этом отношении? Значит, есть два варианта развития событий, которые приводят к созданию эбрактуозных соцветий. Первый вариант. На самом деле зачаточек кроющего листа все-таки формируется, но он не развивается в полноценную брактею или лист, или там какой-нибудь кроющий лист. И тогда это как бы, ну, типа у ближайших родственников вот так, а явно, значит, особое растение мне не надо. Есть другой вариант развития событий, когда даже намека никакого на кроющий лист не развивается. Это другой вариант развития событий. Как вы понимаете, с точки зрения антогенеза, это две разные вещи. У паразитических растений очень часто они даже не страдают на эту тему. Ну, а теперь давайте... Ага, зачем я все подписала? Ну, ладно. Итак, как вы думаете, конвалярия, а именно... Кстати, а как конвалярия будет по-русски? В общем, какой тип соцветия конвалярии и кто такая конвалярия с точки зрения русского языка? Красиво, скоро должна зацветить тень. Да, ландыш, правильно, ландыш, ландыш, ответный. Так, а какой тип соцветия? Так, брак. Ну, понятно, Кирилл брактеозный, совершенно верно, брактеозное соцветие, потому что вот тут кусочек листа ландыша, мы с вами помним, как там выглядят вот эти листья с параллельным желкованием, большие лопаточки. Вот то, на что сейчас указывают стрелочки, вообще никак не похоже, соответственно, на листья срединной формации. Следующее растение прекрасное, замечательное, с очень красивыми цветочками. Фуксия. Из семейства кипрейных. А какой тип соцветия у фуксии? Сейчас я покажу вам эти кроющие листья. Вон кроющий листочек. Вот там был же кроющий листочек. Так. Это франдозные, совершенно верно, это франдозные соцветия, потому что вот то, как выглядят обычные листья фуксии, то есть листья срединной формации, которые осуществляют основную функцию фотосинтеза. И, соответственно, кроющие листья цветков соцветия выглядят точно так же. Ну, может быть, они чуть меньше по размеру, но с линейчкой никто не стоял. И вот эбрактозные соцветия редьки, абсолютно голая структура, даже как-то непривычненько, голенькие, голенькие, а не голенькие. Вот. Где еще встречаются эбрактозные соцветия? У малочайных, на самом деле, довольно часто они встречаются, но там такая мудреная система создания соцветий. Ой, что там? Прям печально. Мы с вами тоже, кстати, будем обсуждать. Ну, здесь все то же самое, только в виде схемы. По-моему, я ее взяла... Нет, я не из учебника Тимонина брала, не помню, откуда брала. Ну, соответственно, здесь понятно, что... А, это... А, кстати, А, это как то у нас, когда у нас листья выглядят так же, как листья средины формации. Так, это фрондозные. Хорошо, только не фронт, а фронд, фрондозные, а не дэ, фрондозные. Дальше, вариант Б, когда такие маленькие. Вот, вариант Б. Вариант Б, когда сильно отличаются, это брактеозные. Совершенно верно. Нет, вариант Б, это не брактеозные. Ребята, внимательно посмотрите. Сравните Б и сравните В. А здесь такой переходик плавненький от вот этого к вот этому. Когда у нас... Фрондулезные, правильно, молодцы. Б, это фрондулезные. В, ну, соответственно, Г, понятно, это голые. Г, голые, тут все очевидно. А вот В, это у нас брактеозные. Да, совершенно, вот, молодцы. В идеале, чтобы вы включали микрофон и мне устно говорили. Мне так проще и, главное, быстрее. Следующая наша третья классификация рассказывает нам о том, а сколько же осей соцветия может быть в соцветии. Мы с вами помним, что есть, условно говоря, простые сложные листья, когда мы встречаем только один рахис. Но у сложных листьев может быть несколько рахисов. Да, рахис первого порядка, рахис второго порядка. И тогда мы говорим там дважды трое, что это сложный лист. Или дважды непарно, переста, или трижды непарно, переста, сложный лист. В общем, вот эти вот все конструкции, которые мы с вами проговаривали. Ровно та же самая история может быть и в соцветиях. Ось соцветия может быть не одна. И тогда мы говорим про то, что есть простые соцветия, у которых одна ось соцветия, и сложные соцветия, у которых как минимум две оси соцветия. И тогда у нас возникает новый термин. И этот новый термин звучит так – элементарные или парциальные соцветия. То есть, ну, например, у нас есть ось первого порядка. На оси второго порядка непосредственно располагаются цветочки. Ось второго порядка выглядит, например, как колос. Если вы не знаете, как выглядит колос, не бойтесь, сейчас расскажу. Но в любом случае, так как у нас всего две оси соцветия, и на второй оси соцветия располагаются цветы, и это все выглядит как колос, то получается, что элементарным соцветием данного сложного соцветия является колос. Ну, как-то так. То же самое, как мы с вами, помните, выясняли, ну, например, там, два или три арахиса. В смысле, встречаются арахисы первого, второго и третьего порядка. Мы должны посмотреть на то, как располагаются листочки сложного листа на арахисе третьего порядка. И исходя из этого, мы называли и выстраивали вот эту конструкцию в названии сложного листа. Подход здесь ровно точно такой же. Вы должны выявить, какое у нас самое элементарное соцветие. Вы должны выявить, как располагаются цветки на самой последней оси соцветия. И тогда от этого вы пляшете. Ну, вот два представителя простых и сложных соцветий. При этом, когда вы положите соцветие гиацинта, например, и соцветие сирени рядом, может оказаться, что они будут одинаковые размеры. Но при этом у гиацинта простое соцветие, а, поверьте мне на слово, у сирени сложное соцветие. Поэтому для того, чтобы выяснить, какое соцветие перед вами, вы должны проследить, как и в сложных листях, вы должны проследить, как, простите за грубость, взаимоотношаются оси соцветий у данного конкретного представителя. Где ось первого порядка, где второго, где третьего. Это очень важно. Только тогда вы сможете выяснить, а что же это за соцветие. Точно так же, как и цветки, соцветия тоже могут быть диаграммированы. Только диаграммируются они не по кругам, а они диаграммируются по схеме. Например, вот ось первого порядка, дальше от нее отходит ось второго порядка, на оси второго порядка располагаются по порядку оси третьего порядка. В общем, примерно так вот это все и диаграммируется. То есть вы диаграммируете с точки зрения расположения оси соцветия. У меня гиацинт дома. Класс. Вася, это замечательно. У меня, кстати, тоже гиацинт. Я купила его на практику, но я сначала его к ребятам не принесла на практику, а потом я не принесла на практику к учителям. Я думаю, что к кому-нибудь я его точно принесу, потому что гиацинт, особенно сейчас, цветущий гиацинт – это способ отработать несколько занятий. Можно попросить, например, задиаграммировать расположение цветков на оси соцветия. Зинят, почему он у тебя умер? Он тебе, наверное, просто зеленая часть. Он не умирает. Он не умирает же. Да, Вась, правильно. Он меня сейчас тоже завел. Да, он меня еще не завел, но начинает вянуть. Но это нормально. Зинят, это же… Зайка моя, Зинят, это же эфемероид у тебя живет. Кстати, кто-нибудь помнит, кто такие эфемеро-эфемероиды, чем они отличаются? Да, так что, Зинят, у тебя цветки завели. Он на тебя не умер. Не надо. Не надо нас, Вася, не проведи оши. Во-во-во-во-во, правильно, Вась. Да-да-да-да-да-да. У меня примерно так же это все сейчас выглядит. Да. Ну так вот. А еще… Нет, у меня еще цветочки остались. А еще можно, например, взрезать луковицу, посмотреть, кто такие чешуи, как туда все переходит. Короче, можно с ним сделать много чего интересного. Так, ну и последняя, наша четвертая классификация. Она самая вариативная, самая сложная, но при этом самая веселая. Эта классификация рассказывает нам о двух совершенно противоположных группах соцветий. Первые соцветия называются рацимозные, вторые называются цимозные. То есть я могу сохранить луковицу, в следующем году она соцветет? Да, синяя, если ты ее правильно сохранишь, то, конечно, она у тебя в следующем году засветет. Как ты понимаешь, для эфемеров и эфемероидов, для них важна стратификация. Вопрос к вам, зайки мои, кто-нибудь знает, что такое стратификация? Кстати, это, по-моему, это даже термин из учебника – стратификация. Так, ну ладно. Нет, стратификация – это не разделение на классы. Частичное удаление кожи, влажность. Так, стоп. Страты, да, страты – это типа классы, да. А вот стратификация. Ладно, все, забыли. Ну, правда, там есть два очень похожих термина. Есть стратификация, а есть скарификация. Так, ладно. Значит, ладно, давайте так. К следующему занятию у нас с вами будет тест. Будет тест по цветкам. Я буду давать формулы, диаграммы. И туда я включу два термина – стратификация и скарификация. Ваше задание надо выяснить, кто такие. Злата, только громче говори, пожалуйста, плохо слышно. Стратификация – это же вроде, типа, поддерживаем семян, при определенной температуре, чтобы они быстро росли, да? Да, да. Там дело с заморозочкой, на самом деле. Значит, у вас в любом случае в тесте будет два термина – стратификация и скарификация. И вот вам нужно будет определить, кто есть кто. Для этого нужно будет залезть в литературу. Кто такие эфемеры и эфемероиды? Значит, эфемеры и эфемероиды – это растения, которые прибегли к следующей хитрости. Они не собираются бороться с неблагоприятными условиями. Они просто свой жизненный цикл проведут тогда, когда этих неблагоприятных условий вовсе нет. Иногда это связано с температурой. Иногда неблагоприятные условия могут быть связаны с температурой, с влажностью или с конкуренцией. Так вот, если мы говорим про нашу широту, наши условия, значит, что так надо? Сейчас, Кирилл, я видела вопрос. Сейчас, секундочку. В наших условиях летом очень большая конкуренция за, например, солнечный свет. Если мы говорим про то, что ты какое-нибудь травянистое растение, то можно же избежать этой конкуренции. Поэтому можно, вот как сейчас делают подснежники, крокусы, все эти ранневесенние растения. У них жизненный цикл очень короткий, и они распускаются, разворачивают свои листовые пластинки, фотосинтезируют, цветут и плодоносят в период ранней весны или поздней весны. Но в любом случае, к июню у них либо уже есть плоды, либо не то, что есть плоды, они уже распространены, эти плоды. И это означает, что к июню или к началу июня или к концу мая их зелень полностью увядает. То есть весь жизненный цикл растения в один вегетационный период проходит за месяц-полтора, ну максимум два. А понятно, что есть те, которые используют самую раннюю весну, есть те, кто использует более поздную весну. Чем отличаются эфемеры от эфемероидов? Мы это с вами будем обсуждать, но на самом-самом последнем занятии обычно это происходит, это где-то конец мая. Это когда мы будем говорить про так называемую экологическую ботанику, про экологические группы, гиграфиты, гидрофиты, эфемеры, эфемероиды, эпифиты, все вот эти экологические термины. Так вот, эфемеры от эфемероидов отличаются тем, а в каком виде данное растение пережидает неблагоприятный период. Оно же может пережидать его в виде семян, а может в виде метаморфизированных подземных органов, таких как луковицы, клубни-луковицы, корневище. Ландыш – это эфемероид, потому что он пережидает неблагоприятный период в виде корневища. Тюльпаны – это тоже эфемероиды, они пережидают свои неблагоприятные условия в виде луковиц. А вот, например, маки – это эфемеры, потому что они пережидают свой неблагоприятный период в виде семян. Или, например, наша, с точки зрения физиологов растений, любимая представитель растительного царства, уж прости от меня систематики, робидопсис талиана или резуховит катали. Короче, это сорняк, который вот в мае за 30 недель он успевает распустить свою зелень, создать цветки и проплодоносить. Фактически за 32, по-моему, 35 дней. Вот это эфемер, потому что он не пережидает неблагоприятные условия в виде семян. Вот чем отличаются эфемеры от эфемероидов. Кирилл, насчет твоего вопроса. Два термина сейчас напишу. Первый термин – стра-ти-фи-ка-ци-я. Второй термин – ска-ри-фи-ка-ци-я. Ищите в учебниках. Ну, конечно, можно и в гугле посмотреть. Ну, посмотрим, что вам выдадут. Так, дальше. Перейдем к нашим растениям. Я могу стирать то, что я написала? Спасибо. Так, предположим, что вы это все переписали. Просто мне нужно избавиться от текста. Итак, рацимозные и цимозные соцветия – это две группы соцветий по многим параметрам, противоположных друг другу. Так, я сейчас все это выведу на слайды, а теперь давайте обсуждать последовательно. Итак, первый пункт. Соответственно, рацимозные являются открытыми соцветия, цимозные являются закрытыми. Но начнем мы, на самом деле, с вами не с первого пункта, а со второго, а именно с оси соцветия. Итак, у рацимозных соцветий есть ярко выраженная, очевидная главная ось, на которой тем или иным способом располагаются цветки. На цветоножках, без цветоножки, короче, не важно. Как-то так. Дальше. Эта главная ось имеет неограниченный рост. То есть, если она неограниченно нарастает, как бывает при моноподиальном, простите, не ветвлении, а нарастании, то это означает, что в потенциале у этого соцветия неограниченное число цветков, потому что в потенциале эта генеративная меристема может все еще продуцировать, продуцировать и продуцировать цветки. А если она находится в постоянной работе, то это означает, что цветки, самые старые цветки, будут находиться снизу. И это означает, что цветки будут зацветать не одновременно. И зацветать они будут снизу вверх, то есть акропитально. А если мы сплющим эту центральную ось соцветия, ну, например, ее сильно укоротим, и у нас получится, что все цветки как бы собраны в одной плоскости, то если соцветие будет выглядеть так, то данные рацимозные соцветия будут зацветать от периферии к центру, то есть центростремительно. Понятно. Вопросы? То есть мы отталкиваемся от того, что соцветия открытые, а открытые говорит нам о том, что генеративная меристема на главной оси имеет неограниченные возможности в создании цветков. Все оставшиеся функции из этого вытекают. У меня всего один вопрос. Почему цимозные пишутся через И, а рацимозные через Е? Ваня, ну умеешь ты задать классный вопрос? Не знаю. Не знаю. Может, я ошиблась. Кстати, проверьте. Может быть, не рацимозные, а рацимозные. Насколько я помню, все-таки рацимозные. Проверьте в интернете. Они, по-моему, вообще от разных слов происходят. То есть там не один тот же корень. Так, ровно противоположная картина с цимозными соцветиями. Рацимозные. Да, через Е. Ровно противоположные у цимозных соцветий. Значит, это закрытые соцветия. Это означает, что там есть верхушечный цветок, которые закрывают серию. Значит, число цветков в цимозных соцветиях ограничено и строго определено. Но чаще всего строго определено. Не всегда, конечно, но счетное количество цветков. Дальше. Очень часто это приводит к тому, что у цимозных соцветий как таковой главной оси нет. Не всегда. То есть вот этой ярко выраженной оси, на которой располагаются абсолютно все соцветия. Абсолютно, абсолютно, простите, все цветки. Но чаще всего главной такой ярко выраженной оси, на которой располагаются все цветки и соцветия, нет. Там как бы постоянно происходит, ну это так называется, перевершинивание. А перевершинивание характерно для симподиального нарастания. Помните березу? Помните вот это? Перевершинивание, да? То есть боковой побег становится главным. Поэтому вот этого как таковой главной оси нет, потому что она может визуально выглядеть как единая ось, но она не главная в понимании, например, моноподиального нарастания. Дальше. Из-за того, что число цветков ограничено, это приводит к тому, что первым очень часто закладывается самый центральный верхушечный цветок. И поэтому зацветание будет происходить сверху вниз, то есть базипетально. Базипетально – это как бы к низу. Мы к базису стремимся, к основам. А если все это сплющить, то получится, что мы зацветаем от центра к периферии. То есть ровно противоположная картина, нежели чем у рацимозных соцветий. Все те соцветия, которые обсуждаются в школьном учебнике, это рацимозные соцветия, не цимозные. За редким исключением цимозные соцветия обсуждаются в школьных учебниках. Нет, ну, конечно, если мы не говорим про какие-нибудь продвинутые школьные учебники, а вот в среднестатистических, ну, разве что, может быть, ТИРС могут обсудить. Ну что ж, давайте начнем мы с вами с батрических соцветий. Батрические или рацимозные – это одно и то же. Так, сейчас который час? О, у нас как раз 30 минут. Я думаю, что мы с вами с рацимозными соцветиями успеем закончить. В следующий раз мы начнем с цимозных. Итак, батрические соцветия, их запомнить довольно легко. Итак, сколько может быть разных параметров? Может быть, давайте поварьируем два параметра. Первый параметр – это ось соцветия и то, как она выглядит. То есть это либо удлиненная ось соцветия, либо укороченная ось соцветия. И поварьируем длину цветоножки. Либо цветоножка укороченная, либо удлиненная. Итак, в данном случае первый вопрос. Как будет называться соцветия, у которых длинная ось соцветия и длинные цветоножки? Как это будет называться? Итак, еще раз. Длинная ось соцветия и длинные цветоножки. Какое это соцветие? Ну, зайки мои, давайте. Кисть? Кисть, совершенно верно. Это кисть. Хорошо. Где мой следующий слайд? Пожалуйста. Вот. Это кисть. Следующий вариант. Если… Давайте, раз мы перейдем… Ой, как я там шла? По-моему, сюда. Нет, вот сюда. Да, давайте, значит, у нас удлиненная ось, но короткие цветоножки. Укороченные. Короче, практически нет их. Как это будет называться? Колос. Совершенно верно. Колос. Ну, пожалуйста. Да, колос. Следующую строчку переместимся. Удлиненная цветоножка, но укороченная ось. Итак, о поцвете, считайте, что ее нет, но зато удлиненные цветоножки. Зонтик? Да. А щиток подойдет? Но мы же не говорим про неравномерность длины цветоножек. Да, поэтому это у нас будет зонтик. Собственно, щиток – это просто вот вариант зонтика. Ну, и последний вариант. У нас и ось укороченная, и цветоножки укороченные. Понял, корзинка. А почему корзинка? А, все, понятно, Антон. Так, укороченная и цветоножка укороченная, и ось укороченная – это как? Головка, что ли? Конечно, конечно, головка. Да, совершенно верно. Кисть, колос, зонтик, головка – это базисные четыре соцветия батрических, рацимозных соцветий. Все оставшиеся – это вариации кисти, колоса, зонтик или головки. Ну, как вы понимаете, щиток – это будет под вариант зонтика. Ну, просто у тебя неравномерной длины цветоножки. А у нас тут конкурент-фит появился. Ваня! Ванечка, я тебя обожаю. Я тебя люблю, правда, очень люблю. Так, ну, начнем. Самое первое наше созветие, которое мы с вами обсуждали – это кисть. Прекрасные, замечательные кисти. Соответственно, кисти бывают разные. К сожалению, я же вам уже об этом говорила, что все эти системы очень хороши, прекрасны, замечательны. Мы их нежно любим, вот эти системы классификации. Но очень часто природа подкидывает нам фигу, тулю с маслом, говоря, что не получится у вас. Господи, помилуй, что это? Ладно, все, я потом это почитаю. Итак, кисть бывает разной. Бывают большие кисти с большим количеством цветков, бывает с маленьким количеством цветков. Бывают так называемые односторонние кисти, когда цветки располагаются только с одной стороны. Мы ландыши видели, что там как бы вот изогнутая вот так вот линия, да, и все цветки оказываются свешены. Соответственно, в одну сторону. Бывает вот так все это выглядит. В общем, вариации бывают разные. Но самое это ужасное заключается в том, что не всегда кисть открытая. То есть не всегда кисть обладает неограниченным числом цветков. Бывает наоборот. Бывает кисть закрытая. Это, скажем так, ну, а такая особенность. Тоже покажу вам эту закрытую кисть. Кисти бывают разными с точки зрения классификации. Они могут быть верхушечными, пазочными, интерколярными. Могут быть фрондозными, брактеозными, фрондулезными. Какими угодно. Ну, давайте смотреть на примеры. Вот это я фотографировала у себя на даче. Знаете, кстати, когда я это фотографировала? Я это фотографировала в 20-м году. Как раз была пандемия. Я никогда не успеваю увидеть цветение весенних растений. Потому что я обычно всегда на биофайке со студентами. Вокруг меня, ну, в лучшем случае, растут сирени. А вот всякие там черемухи. Ну, в общем, я как-то не успеваю за всем этим отслеживать. В лес не хожу. Ну, не успеваю. Вот. Собственно, вот эта вот черемуха, которая росла у нас, растет. Растет у нас на даче. И вот она зацветает. Собственно, это классическая рацимозная зацветия. Видите, она зацветает снизу вверх. Кстати, вопрос к вам. Как вы считаете, у черемухи франдозная, франдулезная, брактеозная или эбрактеозная соцветие? Какая у нее кисть? Внимательно смотрите на фотографию. Спасибо. Так. Франдуоза. Кирилл, ты имел в виду франдулезная? Так. Ваня пишет эбрактеозная. Так. Ну, ладно. Так, хорошо. Я просто вашу переписочку почитала. Дети, вы, конечно, сумасшедшие. В смысле, по-хорошему сумасшедшие. Итак, смотрите, что мы видим. Ну, во-первых, мы видим вот эти маленькие точечки. Да? Вот эти точечки. Эти точечки – это, как вы понимаете, листовые следы. Если мы видим листовые следы, то это означает, что там, скорее всего, были какие-то листоподобные структуры. А листоподобные структуры явно, скорее всего, брактеозного типа. Потому что если бы это было франдозного типа соцветия, то мы бы увидели эти кровящие листья, похожие на листья срединной формации. Если бы оно было франдулезное, то хотя бы у нижних цветков мы бы видели нормальные кровящие листья. А здесь мы их не видим. Если бы это было эбрактуозное, то мы бы никаких листовых следов бы не увидели. А то есть вы вообще все сообщения видите. То есть, да, я вижу все сообщения. А смысл тогда отличных сообщений. А потому что вы не лично друг друга пишете, вы пишете в общий чат. Поэтому, да, я, конечно, вижу все ваши сообщения. Алло, если вы хотите друг с другом переписываться, то выбирайте конкретно человека, которому все это адресуется. Слушайте, я же не против. Ну, в смысле, меня почему-то это очень радует. Потому что это же как бы стимулирует вас как ботанью. Вот, понимаете, быть на вершине на самом деле очень сложно. Когда тебе есть за кем стремиться, тебе на самом деле проще. Когда бегун идет вторым, он идет в воздушном коридоре, который создает первый бегун. Но у него при этом достаточно сил, чтобы в последний момент сделать рывок и обогнать его. А если ты все время идешь первым, то цена проигрыша оказывается очень большой. Поэтому слава богу, что у вас есть ребята, которые вас так стимулируют. Я-то наоборот, я над этим всем смеюсь в контексте того, что вы, по мне, как мне показалось, по вашим сообщениям, что вы это очень воспринимаете с юмором. А когда ты это воспринимаешь с юмором, ну, жить легче, когда ты с юмором смотришь на жизнь. Если бы эти сообщения были бы полны какой-нибудь ненависти или еще чего-нибудь, я бы, конечно, ничего бы не сказала по этому поводу. Я бы подумала, эх, печально, и ничего бы не сказала. Но так как у вас там все с юмором, я, наоборот, по этому поводу очень порадовалась. Так что не волнуйтесь, ничего страшного не произошло. Дальше. Значит, если бы это было эбрактеозное соцветие, никаких бы аналогов листовых рубцов мы бы не увидели. Ничего подобного бы. Там было бы просто пусто. Поэтому единственный вариант, который остается, это брактеозное соцветие. Дальше. Вот он наш колокольчик персиколистный. У разных колокольчиков персиколистных разное количество цветков. Но смысл в том, что да, это кисть, которая оканчивается барабанной дры, верхушечным цветком. Кисти не должны быть такими, но мы же живем в окружении матушки природы, которая показывает нам дулю со словами «Ха-ха, ты хотел все засистематизировать, фигушки тебе с маслом». Вот классическое исключение из рацимозного соцветия кисть. Бывает оно и цимозным. Дальше. Когда мы говорим о том, что кисть – это рацимозное соцветие, кисти могут быть как простыми, так и сложенными. То есть есть арахис первого порядка, вернее, ось первого порядка, и на оси первого порядка располагается ось второго порядка с расположенными на ней цветками по типу кисти. То есть когда у нас элементарное соцветие является кистью. Но что важно, как мы определим, что это двойная кисть, а не какая-нибудь кистеподобный колос, например. Значит, эти элементарные соцветия должны располагаться так же, как располагались бы цветки, будь это простым соцветием. То есть наши элементарные соцветия должны располагаться на подобии такой же кисти. Как это может выглядеть по-другому? Ну, например, это может выглядеть вот так. Вот это будет ось первого порядка, а это будут элементарные соцветия. Вот это будет ось первого порядка. На что похоже? Вот это, то, что я сейчас нарисовала, вы бы назвали двойной кистью? Ну да. Не, Катюш, это не двойная кисть. А как располагаются элементарные соцветия? Они имитируют что? Если бы, смотрите, если бы вот эту картинку я бы перерисовала в следующем виде. Что напоминает? Вот это что за соцветие? Щиток, правильно, Кирилл? Это щиток. То есть то, что я изобразила вот здесь вот, это на самом деле щиток из кистей. То есть двойная кисть – это когда у нас и все вместе соцветие выглядит как кисть, и элементарное соцветие – тоже кисть. И только в этом случае мы можем сказать, что это двойная кисть, двойной колос, двойной щиток, ну, неважно, что-то в этом роде. Когда и все вместе соцветие выглядит как, ну, например, кисть, И элементарное соцветие тоже будет кистью. Жуть какая, это еще цветочки. Ну, вы поняли. Ваня, твои чувства юмора. Да. Нет, на самом деле, Ванечка, когда ты спокойно садишься и начинаешь потихоньку это все разбирать, и когда у тебя приходит навык, тогда это не страшно. Страшно это, когда я рассказываю кучу теорий, но вы это вот на практике никогда не делали. Я придумала новый... О, да. Я придумала новый практик. Мы с вами будем диаграммировать соцветия. Не, ну это понятно, да. Нет, ладно, нет, это круто. Собственно, это то, чем вы точно никогда не занимались, диаграммированием соцветий. Это, кстати, нужно будет делать по весне. Я знаю. Я приеду из Сириуса. А из Сириуса я приеду типа в 20-х числах мая. Я надеюсь, договорюсь с Владимиром Викторовичем Чубом. Дело в том, что Владимир Викторович Чуб, он сейчас директор ботанического сада МГУ. И как раз там будет цвести или зацветать. Что значит в тихом момоте черти водятся? Таня, это что такое? Я думаю, что там будет зацветать много всяких товарищей, и мы с вами будем ходить по ботсаду и диаграммировать соцветия. Круто. Так, проехали. Двойная кисть. Так, двойная кисть у нас в данном случае это Вероника. Только я не помню, дубравная она или нет. Там просто есть разные Вероники. Праг в МГУ? Да, только не на территории МГУ, а именно в ботаническом саде МГУ. Вряд ли он нас запустит в аптекарский огород, потому что это будет, скорее всего, суббота очередная, и лучше туда не соваться. Там будет много народу. А на территории ботсада МГУ там она больше, и она не такая раскрученная, и там есть где походить. Так, вот, что касается Вероники. Значит, смотрите, вот наша ось первого порядка пошла, и на оси первого порядка располагается ось второго порядка, на которой располагаются цветки. Вот, получается двойная кисть. Дальше. А, ну вот то, как выглядит элементарное соцветие. Смотрите, вот эта ось второго порядка. Видите, классическое расцемозное соцветие, которое зацветает снизу вверх. Ну, в общем, красота. Ну, красота же, да? Да, замечательно. Следующее наше соцветие – это колос. Так, чтобы не пропустить. Ага, вот, видимо, на колосе закончим. Колос. Все то же самое, только укороченные цветоножки. Соответственно, есть простой колос, есть сложный колос. Значит, что касается колосьев, например, эти злаковых. Да, что типа вот колосья пшеницы. Ну, как вы понимаете, у злаковых на самом деле не колос. У злаковых сложный колос. Что мы называем сложным колосом? Сложный, значит, смотрите, вот, например, сложный колос. Давайте, сложный колос. Есть два варианта сложных колосов. Значит, первый вариант – это когда элементарное соцветие тоже будет колос. И тогда это будет называться, как вы понимаете, двойной колос. Ну, может быть, двойной колос, может быть, тройной, неважно. Да, но если у нас элементарным соцветием является не колос, значит, напишем, элементарное соцветие не колос, тогда общее название таких соцветий будет просто сложный колос. А уж какой он – это конкретные подвиды. Это может быть колос из кистей, это может быть колос из головок, это может быть колос из зонтиков, неважно. В любом случае мы это напишем, обозначим общим словом сложный колос. Так вот, у злаковых, у большинства сложный колос. И чаще всего это колос из кистей. То есть располагается все внешне, это как колос. Но там цветки имеют, соответственно, кисти, элементарное соцветие, там будет кисть. И то там, в общем-то, все очень сложно и в зависимости от конкретного злака. Там не у всех по такому же принципу. У кого-то честный двойной колос, а у кого-то сложный, завязанный с кистью. В общем, употребляемое в просторечии слово колос злака – это не совсем корректно. У них никогда не простой колос. Не всегда он либо сложный, либо двойной. В общем, вот к чему была моя тирада. Итак, а вот простые колосы чаще всего встречаются у орхидных, у ароидных – нет. У орхидных простые колосы, вот у подорожниковых очень часто. Не у всех орхидных и не у всех подорожниковых. Но если мы говорим про обычную простые… А что там с кукурузой? Вот, кстати, с кукурузой у кукурузы непочаток. У кукурузы у нее колос из кистей, вот как у нее. Как-то так. Дальше. В общем, у нее, в соответствии, не початок, если что. Дальше. У подорожниковых, у подорожников в частности, у всяких наших орхидных из нашей полосы, у ятрышниковых. Что еще, у кого еще бывает? А, вот он, сложный колос. Сложный колос. В данном случае я не помню, то ли это рожь, то ли пшеница, не помню. Вот, соответственно, смотрите, вот то, что окружено единой чешуей, это будет парциальным соцветием. Все это визуально располагается, как в колосе, но парциальное соцветие внутри себя имеет мини-ось, на которой располагаются, как в кисти рожь. Хорошо, Кирилл, если ты говоришь, что это рожь, хорошо. Вот. Здесь, кстати, употреблена не совсем та самая картина, не всегда это вот так выглядит. Вот, поэтому и определение злаковых, разделение друг с другом всегда, вне зависимости от вариантов, всегда завязано на соцветии, на то, как располагаются части в соцветии, есть ли дополнительные какие-то там чешуи вставочные от радиментарных цветков. Поэтому для определения злаковых очень важно проследить и наличие, как бы проследить растения от зацветания до плотоношения. Это важно, потому что это очень важные систематические признаки. Следующее наше соцветие – это початок. Вот, кстати, у ароидных это всегда початок. У аирных тоже початок. Но початок не всегда выглядит одинаково у всех. Вот, в частности, у ароидных початок имеет особую структуру, за что мы любим семейство ароидные, за что очень часто они употребляются в ландшафтном дизайне, во флористическом искусстве. Это, конечно же, их покрывало, так называемые покрывало початка. О чем идет речь? Покрывало початка – дело в том, что у цветков на самом початке практически никогда не присутствуют нормальные кроющие листья. Вместо этого весь тот материал, который должен был бы пойти на создание этих кроющих листьев, он переходит в создание одного большого гигантского кроющего листа всего соцветия. То есть сказать, что это кроющий лист соцветия – нет. В общем, сложно его как-то назвать, поэтому его стали называть отдельным термином, который назвали покрывало. А это как у растения в горшке в кабинете? Так, стоп, какое растение в горшке у кабинета? А, да, да, то, что мы выходили и смотрели, да-да-да-да-да-да, у нее, да-да-да, у него вот эти вот сложные листья, да-да-да-да, да-да-да, да-да, у него вот прям так, да, оно. Так, дальше, следующий у нас зонтик и, ладно, значит, зонтик. Простой зонтик – это не прерогатива, как вы понимаете, семейства зонтичные. У подавляющего большинства представителей семейства зонтичные не зонтик, а сложный зонтик. И чаще всего двойной зонтик, но не всегда двойной, бывает и какой-нибудь там зонтик из щитков, что-нибудь в этом роде. А вот простые зонтики, например, характерны некоторым представителям плодовых разоцветных, ну, например, пронуса или, например, некоторым первоцветным, таким как проломник. Что характерно? Не всегда зонтики имеют, то есть не всегда зонтики имеют эти ярко выраженные кроющие листья. Иногда они, иногда, например, особенно двойные зонтики, бывают эбрактеозными. Например, вспомним укропчик. Вот у укропчика там, конечно, с кроющими листьями сложновато. Ну, вот у нас этот укропчик, как вы понимаете, это не просто сложный зонтик, это не просто сложный зонтик, это двойной зонтик, да, потому что оси первого порядка выглядит так же, как в зонтике, и оси второго порядка точно так же выглядит, как в зонтике. То есть это прям честный двойной зонтик. И как вы видите, здесь никакого намека на бракты или франдозные соцветия нет, поэтому очень часто это эбрактуозные варианты. Но у семейства зонтичные есть очень красивые представители этих сложных зонтиков, такие как астранцы. Астранцы и селекция астранцы очень развита, потому что это максимально декоративно выглядит. В общем, красота. Правда, очень красиво. И вот их как раз кроющие листья, они, собственно, и максимально оказываются декоративными. Правда, очень красиво выглядит. Следующее наше соцветие – это щиток. И щиток тоже очень активно используется плодовыми разоцветными, и грушей, и боярышниковым. Так, ребята, меня сейчас заклинило. Прунус – это, господи, яблони же, да? Прунус – это яблони. Ребят, помогайте. Прунус – это же яблони, да? Надо латынь вспомнить. У меня каждый раз это вылетает из головы. А, груша. Прунус – это груша. А, хорошо, груша. Нет, прунус – это не груша. Прунус – это груша. А, может, прунус – это рябин? Так, ладно, все. Я вспомню потом как-нибудь. Значит, у них щиток. И как вы помните, да, мы с вами обсуждали, что у плодовых разоцветных есть особые, значит, укороченные побеги, брахибласты, на которых располагаются вот эти вот соцветия. И они называются плодушки. Вот, собственно, плодушки могут выглядеть как зонтики, могут выглядеть как щитки, неважно. Но в любом случае они отдельно выносятся в качестве боковых побегов. Отдельная история. Мы уже с вами, я уже ее вспоминала. Это семейство Адоксовы, это Вибурном ополюс, Калина обыкновенная. Это наш с вами, хотел сказать, соотечественник. Ну, в смысле, что она очень ярко представлена в нашей полосе. Калин, чтобы вы понимали, Калин очень много, очень много. Когда вы будете, когда я вам буду давать тесты по соцветиям, вы увидите, что Калин бывает очень много, потому что я буду вас спросить, угадать тип соцветия по фотографии. Так вот, у Калины обыкновенный прунус – это слива. Спасибо, слива. А у подсолнуха, Ванечка, соцветия – корзинка. Про него мы будем говорить отдельно. Сложный щиток. Так вот, у Калины сложный щиток. Помните, я вам говорила, что у Калины обыкновенной, у нее соцветия, или я ее, помню, называла Калина гордовина, в общем, по окружности располагаются бесполые цветки. Вот они. Вот это бесполые цветки. У них нет пола. Они нужны. Дело в том, что Калина, она очень неприятно пахнет, потому что она в надежде на то, что ее будут опылять мухи. И поверьте, они ее опыляют. Она попахивает сложным букетом протухшего сыра, немытых ног. Ну, в общем, такая композиция интересная. Но для того, чтобы муха четко понимала, куда надо присаживаться, то создается вот эта мишень. И как бы пахнут центральные цветки, которые потом, соответственно, ну там тычинки, пестики, понятно, пахнут эти центральные цветки. Они создают вот эту как бы площадку, на которой все приземляется. Но с высоты, условно говоря, мушинного полета надо понимать, куда конкретно приземлиться. И вот этим мишенью, созданием этой мишени занимаются вот эти вот бесполые цветки вокруг соцветия. Вот такая вот интересная история. Так, ну и головка. Головка. Незабываемый запах калины. Да, да, да. Кстати, у Калины, у нее что-то цветки, в смысле, что соцветия пахнет, что плоды. Плоды там тоже как бы не легче пахнут. Ну, по крайней мере, у Калины обыгновенный, вот вообще не легче пахнет. Хотя они очень полезные. И некоторым людям нравится. В конце концов, некоторые люди же любят протухший сыр, плесневый. Наверное, когда-нибудь с течением времени я тоже полюблю его, но пока что-то не получается. Головка. Головка – это всегда очень часто связано не просто с укорочением оси соцветия, но иногда эта ось соцветия, она сильно укорачивается, но при этом еще и утолщается. Не всегда. Помимо клевера, классического клевера, головка встречается еще у другого, например, бобового, тоже хорошо известного, это люцерна. А еще она встречается, например, у представителей семейства адоксовый. Мы уже с вами встречали представителей семейства адоксовый. Это была калина обыкновенная, но общая калина. И, собственно, то растение, по которому названо это семейство, непосредственно адокса. Вот у него тоже головка. Давайте мы на этом закончим.